Тверской волонтёрский штаб «Помощь Донбассу» отправил в зону проведения специальной военной операции очередной ценный груз. В его составе редкие и очень ценные вещи. Собрать его получилось благодаря пожертвованиям жителей Твери и других регионов. Кроме того, самое активное участие в формировании посылок принимают и тверские рукозельницы. Подробности расскажет наш корреспондент. Помещение Тверского штаба «Помощь Донбассу» редко бывает свободно. Здесь постоянно коробки, ящики, мешки со всем необходимым. Медикаментами, хирургическим инструментом, спальными мешками, одеждой, прицелами, сладостями и многим другим. На этот раз груз чуть компактнее, собранный по конкретным запросам. В основном это, казалось бы, простые, но такие жизненно необходимые вещи. Сегодня у нас очередная отправка. Не очень большая, но, как обычно, ценная. Мы отправляем сегодня рециркуляторы для медицинских учреждений. Это очень необходимая вещь, потому что она обеззараживает воздух и не даёт размножаться вирусом в воздухе. Также мы отправляем расходные медицинские препараты, которые всегда необходимы. Ещё на фронт отправятся маскировочные сети, сплетённые руками наших тверских рукодельниц. По словам волонтёров, такая, казалось бы, простая штука порой спасает жизни бойцов. Кроме того, в распоряжение наших защитников отправятся сапёрные лопатки и миноискатель. Такую технику отправляют не первый раз. Предыдущие посылки уже вовсю служат Родине в руках воинов. Выражаю огромную благодарность Тверскому штабу «Помощь Гонбассу» за оказыванную поддержку и за данный миноискатель. Спасибо большое. В общем, будет помогать, вручать нас в службе. Победа будет за нами. Ещё ранее была отправлена такая дорогостоящая техника, как квадрокоптеры и прицелы. Закупаются такие позиции на пожертвования горожан. Причём к Тверскому штабу пусть и дистанционно присоединились жители других регионов, которые активно помогают плюсиками. Кто-то жертвует 100, кто-то 500 рублей. В телеграм-чате штаба более 4000 активных участников. Не остаются равнодушными предприниматели, как крупные, так и начинающие, рассказывает основатель штаба Ольга Левитина. Каждый рубль в этой копилке ценен. Идут наши воины, а мы за их спиной. Мы тыловое обеспечение. И только так можно достигнуть победы. За год было собрано и отправлено более 100 крупных грузов. Например, летом прошлого года под крыло тверских волонтёров попали медучреждения Донбасса и Луганска. Кроме того, помогают не только грузам, но и своими руками. Ольга Левитина сама неоднократно была в зоне СВО, общалась с бойцами и помогала врачам в медсанчасти, куда поступали раненые. Работа кипит и сейчас. Готовятся к отправке шесть автомобилей. К слову, шесть уже уехали служить родине этой весной. Это легковые внедорожники и микроавтобусы повышенной проходимости. Так называемые буханки. Добровольцы всегда рады дополнительным рукам, в том числе при упаковке и даже погрузке в гуманитарной помощи.